Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня радостная встреча. Мы с вами обсудим новые культурные и технологические достижения проекта «Франктивная стоматология», который ведет знаменитый в России врач-стоматолог, заведующий кафедрой глубины ортопедической стоматологии, профессор, главный врач коммерческой клиники стоматологии «Женчужина» в центре города Смоленска. И известный блогер, ютюбер и очень разосторонний человек об алмазах Николай Николаевич, потомственной профессор. Проект «Правдивая стоматология» цветет и пахнет, растет. И под осень решили подвести итоги. Опубликовался в нашем с вами совместном проекте. Он и Николай Николаевич, и зритель. И в частности, и мой тоже, потому что я тоже зритель. Проект «Правдивая стоматология». Вот в нашем совместном проекте решили подвести осенние итоги. Записать, отметить это решили записью трейлера, нового трейлера «Канал». Значит, он такой, не длинный, с точки зрения хронометража публикации Николая Николаевича Балмасова, но все равно он слишком длинный для трейлера. Там больше двух минут рассказов, взаимных поздравлений о том, что у нас есть плейлисты. Заходите смотреть плейлисты. Ну, я так понял, что то ли закончились деньги в проекте, и все потратили, видимо, на рекламу и привлечение подписчиков. Или, наоборот, может быть, деньги есть, но помощники из, может быть, компании «Время действовать» или кто там это делал, больше не могут ничего сделать для Николая Николаевича. И он сам записал самостоятельно для нас всех вот трейлер. И я подумал, ну что, вот нельзя же все время ругать все и чернить, и искать какие-то ошибки, подвохи, ложь. Надо что-то сделать позитивное. И я подумал, что надо бы сделать трейлер. Действительно, трейлер коммерческий, хороший, короткий, с инфографикой, с текстами, чтобы все это красиво играло, стильно было. И вот я вам сейчас дальше включу трейлер, и вы можете посмотреть новый трейлер канала «Правдивая стоматология». Смотрим. Продолжение следует... Я достаточно много потратил сил на то, чтобы придумать, как все это назвать одним словом. Ну вот, явление-то есть культурное. И вот этот термин, я думаю, что его можно смело присваивать как хэштег. Не только к правдивой стоматологии, а ко всему, что подходит по критериям, под характеристику вот этого культурно-информационного явления «Пердастон». Это как вот какой-то жанр в музыке, да, вот, был же рэп, который афроамериканцы считают исключительно вот своим собственным изобретением, практически своей национальной культурой. В котором вот вдруг внезапно прорезается какой-нибудь эминем и начинает, значит, протаскивать в эту культуру что-то новое. Вот. Правдивая стоматология – это вот такое же новое в стоматологии развивающиеся, но как можно развиваться, если у тебя нет хэштега, под которым ты развиваешься. Поэтому вот у правдивой стоматологии теперь есть хэштег «Пердастон». Я думаю, что многие каналы время от времени что-то такое публикуют, вот, характерное для этого хэштега. Может быть, я уже что-то публиковал такое же «Пердастон». А может, что-нибудь в будущем для вас буду публиковать, и вы в комментариях мне можете писать. Слушай, ты сейчас нам опубликовал «Пердастон». Вот. Не знаю, что добавить. Видос получился, на мой взгляд, классный, модный, заводной, красивый. Пользуйтесь, наслаждайтесь. В следующий раз мы можем просто говорить кратко, что новости «Пердастона». И вот дальше разбирать какие-то следующие видео. На этом я пока остановлюсь. Комментарий не требуется. На этом я прощаюсь. Комментарий не требуется. А-а-а-а. Сами-очим.